Добрый день, уважаемые зрители! С вами доктор Константин. Сегодня тема лекции в уроке следующая. Боли при стенокардии, либо при грудной жабе. Вот вы знаете, здесь вот вам очень хорошая подсказка, уважаемые зрители, у кого есть такие приступы и боли. Пожалуйста, точка находится в очень удобном массажном месте, её очень легко отыскать, она находится на верхних конечностях, и это сразу же может быть вам скорой помощью, если вы страдаете от боли при грудной жабе. Итак, здесь нам традиционно нужно сказать, что за сердце отвечает 8 меридианов. И мы не знаем, какой именно меридиан спровоцировал ту или иную боль, которая проявляется за грудиной при стенокардии, которая проявляет себя давлящей болью в области сердца за грудиной, боль, которая вызывает страх, возмущение, дискомфорт. Эта боль может быть сжимающая, это боль может быть сверлящая, тянущая реже, так говорят многие специалисты. Но это, конечно, боль, которая может вызывать у человека стоны и даже крики. Потому к этому нужно быть готовым, ничего страшного нету. Мы можем данной точкой что? Купировать сразу данную боль, помочь сердцу, которая ослабела, либо воспалилась. Мы не знаем, почему, потому что только диагностика 12 меридианов может показать нам, а что провоцирует боль при стенокардии. Что? Слабость всех 12 меридианов, и 8 из них контролируют сердце. Либо воспаленность всех 12 меридианов, 8 из которых контролируют сердце. Да, на первом этапе данной точкой С4 мы поможем человеку, но потом диагностика 12 меридианов обязательно, так как она может вам показать именно уязвимое место, либо уязвимость ваших меридианов, либо состояние энергии инь и янь, которые что? И определяют баланс в нашем организме, и здоровье в нашем организме на тонком уровне. На физическом вы можете помочь. Уколоть там укол, поставить капельницу, снимете спазм, но не решите проблему, не увидите корни заболевания, которые не всегда кроются в меридиане сердца. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.